МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Репортаж заседания регионального правительства. Подвиг героев 6-й роты в Музее истории воздушно-десантных войск почтили память погибших 15 лет назад в Аргунском ущелье псковских десантников. Но теперь обо всем подробнее. Стало известно, что, возможно, в Рязанском регионе сменится областной прокурор. Вчера в понедельник состоялась рабочая встреча тульского прокурора Олега Черныша с губернатором Олегом Ковалевым. Глава региона согласовал эту кандидатуру, и теперь очередь за областной думой. После чего документы будут направлены на подпись президенту России. Открывая встречу, губернатор Олег Ковалев отметил, что им рассмотрены документы, поступившие на рассмотрение из Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Законом установлен пятилетний срок полномочий прокуроров субъектов. Так как действующий прокурор Рязанской области Сергей Олегастаев находится в своей должности более пяти лет, Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайко направил в адрес губернатора Олега Ковалева документы, рекомендующие в рамках ротации кандидатуру Олега Черныша. В случае согласования кандидатуры с органами местного самоуправления необходимые документы из Генпрокуратуры поступят президенту Российской Федерации. В ходе встречи губернатор отметил, что у правительства региона и областной прокуратуры сложились рабочие отношения в сфере законотворчества, защиты прав и интересов граждан, решений и проблем экологического характера. Коллектив прокуратуры Рязанской области Олег Ковалев охарактеризовал как профессиональный, успешно решающий самые сложные вопросы в рамках компетенции. Олег Черныш в свою очередь сообщил, что регион ему хорошо знаком. В 1996 году он работал прокурором Рыбновского района. Также он подчеркнул, что в случае утверждения в должности прокурора Рязанской области готов с полной ответственностью трудиться на благо региона и его жителей. Олег Черныш родился в 1957 году на Украине в городе Макеевка Донецкой области. В органах прокуратуры работает с 1986 года. С 2007 года и по настоящее время является прокурором Тульской области. И еще информация от областного правительства. Сегодня на заседании регионального правительства чиновники обсуждали исполнение губернаторских поручений в части сокращения расходов на содержание госаппарата. В соответствии с поручением губернатора Рязанской области должно быть произведено сокращение расходов на содержание органов власти и органов местного самоуправления. Об этом заявил Сергей Филимонов 3 марта на заседании правительства региона. Обращаясь к участникам заседания, вице-губернатор напомнил о том, что в соответствии с поручением губернатора в 2015 году должно быть произведено сокращение расходов на 5-6%. Правительством области проводится полномерная работа по оптимизации и эффективному использованию бюджетных средств, направляемых на обеспечение деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, отметил Сергей Филимонов. Начиная с 2013 года, уже на стадии формирования проектов бюджетов, предусматривалось сокращение расходов путем введения ограничений на служебные командировки и приобретения основных средств. В среднем они были сокращены на 7% к уровню 2012 года, а в 2014 уже на 9%. Предложения должны быть направлены до 5 марта текущего года. Кроме того, в прошлом году сократилась численность органов власти на 142 человека. В течение года необходимо продолжить работу по нормированию численности немуниципальных служащих. По всей стране в эти дни вспоминают легендарную 6-ю роту десантников, погибших при исполнении служебного долга, в жестоком и неравном бою с теченскими боевиками в Аргунском ущелье. 15 лет назад псковская рота предотвратила прорыв банды и уничтожила 700 боевиков. При этом из 90 десантников живых остались только шестеро. В Рязани героев вспоминали в музее и истории училища ВДВ. 15 лет назад высота 776 стала последней почти для всей 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й дивизии ВДВ. В ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года десантники приняли неравный бой против 2,5 тысяч бандитов под руководством Хаттаба. Не дать им прорваться стало основной задачей наших бойцов. Место действия – Аргунское ущелье рядом с чеченским селением Улускерт. Пользуясь складками местности и туманом, террористы подбирались вплотную к позициям десантников. С обеих сторон велась стрельба в упор из автоматов, пулеметов, подствольных гранатометов. К утру 1 марта большинство солдат и офицеров 6-й роты были убиты или тяжело ранены. У десантников закончились боеприпасы. Немножко не хватило, может быть, одного дня не хватило, чтобы выйти раньше и закрепиться на указанных высотах. И тем самым противник бы тогда пройти не смог, так как, окопавшись, подготовив систему обороны к бою, враг не смог бы. Но когда вот в этой ситуации сложился встречный бой, и противник видит, что их подавляющее превосходство, естественно, это их злило, что они не могли. Это их злило еще больше и больше. По-хорошему, то есть, если исходить, проявили бы слабость, какую-то неуверенность офицеры, бойцы роты, бой бы уже закончился к концу вечера. То есть, вечером. А так, бой продолжался до утра. И никто, ни один человек не сдался. Все вели бой до последнего, зная, что если он отступит, то это будет предательство. Сражалась рота до последнего и удерживала высоту 20 часов. Десантникам удалось уничтожить 700 бандитов. Но в живых осталось только шестеро. Среди погибших героев и рязанец Роман Соколов. Хотел служить. И предлагали ему там уйти куда-то. Он говорит, нет, я хочу быть строимым, вот именно боевым офицером. Он так и шел к этому. Он в первой Чечне был. Оттуда вернулся с контузией. Орден Морреста. В Югославии был. И он, как вам сказать, спешил жить. Вот это у него было не от нее. Все хотел. Но погибнуть в 28 лет, это тоже. Ну, что он есть пацан еще. И главное, у него 16 февраля исполнилось 28, а 1 марта погиб. На день рождения мать. Гибель псковских десантников стала самой большой потерей за время Второй Чеченской войны. Об этом трагическом событии напоминает камень, установленный на КПП 104-го парашютно-десантного полка в Черехе, где высечена надпись «Отсюда ушла в бессмертие 6-я рота». А теперь к информации от рязанских правоохранителей. Полицейские в последнее время провели несколько рейдов по общественному транспорту и выявляли стражу порядка нарушения в перевозках пассажиров. В полицию поступила информация о том, что ряд междугородних перевозчиков осуществляют посадку пассажиров прямо на маршруте следования и продают им билеты без предъявления документов. Для предотвращения подобных нарушений, а также с целью антитеррористической профилактики розыска злоумышленников и преступников, объявленных в федеральный и региональный розыск, полицейские совместно с представителями Минтранса региона провели ряд рейдов, в ходе которых выявили несколько фактов перевозки пассажиров, билеты к которым были проданы без соблюдения требований законодательства. На автовокзалах рекомендовано при переезде на автобусном транспорте по региону продавать билеты по паспортам. Однако некоторые перевозчики просто продают билеты в автобусах, игнорируя все требования нашего законодательства. Сотрудники полиции проводят регулярно мероприятия в целях выявления таких перевозчиков и привлечения их к ответственности. Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют продавать билеты на междугородние автобусные рейсы в кассах только по предъявлению потенциальным пассажирам паспорта или иного удостоверения личности. А вчера ночью на 287-м километре трассы М5 произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Рязанские дорожные полицейские сообщают, что здесь около часа ночи столкнулись автомобили Ниссан и Газ Валдай. По данным инспекторов, 28-летний водитель Ниссана, житель Тамбовской области, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Газ Валдай под управлением 46-летнего водителя. В результате ДТП водитель Ниссана от полученных травм скончался на месте аварии. Трем его пассажирам была оказана медицинская помощь. Водитель Газели получил множественные порезы рук и серьезно не пострадал. Рязанская область присоединилась к федеральной добровольно-безвозмездной донорской акции «День донорского совершеннолетия». Она направлена на пропаганду донорства среди молодежи и студенчества. В Рязани и области федеральная донорская акция «День донорского совершеннолетия» проводится со 2 по 6 марта. Сегодня пунктом сдачи крови стал Рязанский государственный университет. Здесь смогли сдать кровь как студенты, так и сотрудники. Мероприятие, ставшее регулярным в университете, было организовано правкомом студентов и Рязанской областной станции переливания крови. Руководствуются они, наверное, тем, что это действительно важно и нужно. И важная такая социальная акция, которая идет на благо человечества. Пусть так звучит глобально, но почему бы нет. А еще это хорошо тем, что люди могут сдать кровь, не уходя далеко с рабочего лечебного места. Потому что не все могут решаться доехать до областной станции переливания крови. А когда есть такая возможность сдать это внутри вуза, то, как видим, это вызывает большой ажиотаж у ребят. В осуществлении забора крови медицинскому персоналу активно помогали студенты естественно-географического факультета. Традиционно у дверей стравпункта выстроилась большая очередь из молодых людей, желающих стать донорами. Я очень давно хотела сдать кровь, но не было возможности. И случайно узнала, что сегодня принимают кровь, и я решила сходить. Мне очень понравилось, и с удовольствием приду еще. Я сдаю уже не первый раз, потому что любая сдача крови, это значит, я помогаю какому-то человеку. И эта добровольческая такая вот помощь, она всегда очень прекрасна. Вот. Сегодня сдал все хорошо, чувствую себя замечательно. Как обычно, все участники акции получили сладкий завтрак, небольшое денежное вознаграждение и освобождение от посещения занятий. Сдать кровь на пунктах можно будет на протяжении всей этой недели. А сами донорские пункты организованы на областной станции переливания крови, в БСМП, областной клинической больнице, а также во всех крупных вузах областного центра. А теперь о погоде. Всю нынешнюю неделю резких климатических изменений не ожидается. Календарная зима в нашем регионе завершилась по весеннему теплой погодой. Обновились рекорды тепла, а среднесуточная температура устойчиво превышала нулевую отметку. Тем не менее, синоптики уверены, что праздновать окончательную победу весны еще рано. Зимний характер погоды для марта обычное дело. И даже 20-градусные морозы могут себя проявить. Правда, для этого требуется определенное и очень неудачное истечение обстоятельств. К тому же, в конце зимы сильные морозы бывают только ночными. А вот минусовая температура и даже, возможно, снегопады ждать себя не заставят. Таким образом, преждевременно начавшаяся весна сменяется более типичным для этого времени года предвесением. По прогнозам синоптиков, до конца недели продолжится период пасмурной и влажной погоды на фоне слабо отрицательных температур ночью и слабо положительных днем. Рязанская область продолжит находиться в передней части североатлантического циклона, который принес и принесет в дальнейшем осадки и температуру воздуха выше нормы на 3-4 градуса. 4 марта ожидается облачная погода. Местами небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. В отдельных районах возможен туман и слабый гололед. Температура воздуха ночью минус 1-6 градусов, днем минус 3-2 градуса. 5 и 6 марта также ожидается облачная погода. Интенсивность осадков немного увеличится. Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки. Также преимущественно в виде мокрого снега, местами морости или дождя. Температура воздуха без изменений. Ночью минус 1-6 градусов, днем минус 3-2. Ближе к выходным на фоне роста атмосферного давления вероятность осадков уменьшится, а температура воздуха начнет понижаться. Ночная понизится до минус 3-8 градусов, а днем останется без изменений около 0 градусов. В общем, несмотря на то, что настоящая весна еще не пришла, а то, что происходит сейчас, является обычной затяжной зимней оттеплью, все же ручейки и поющие птички теперь уже точно не за горами. Кстати, по народному календарю 3 марта день Ярила с птицей-овсянкой. Крестьяне говорили, много снегу, много хлеба, много воды, много травы. Также 3 марта пекли овсяные печенья, овсянники. Ну, в общем, таковы многовековые народные приметы. Ну, а далее в эфире программа подробностей. Гостем в студии будет депутат Государственной Думы Николай Булаев. И речь пойдет о годовщине воссоединения Крыма с Россией. А на сегодня с новостями это все. И до встречи в эфире. Уважаемые жители города, Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40 40 20 40. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова